Церемония открытия этого масштабного праздника футбола захватила с первых минут. Дети из Кореи, Японии и Узбекистана с восхищением наблюдали за русскими народными танцами. Для них такое в диковинку. А еще больше восторг у мальчишек всех возрастов и национальностей вызвало присутствие прославленных спортсменов. Алексей Смертин, бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников, дзюдоист Иван Нифонтов, лыжница Татьяна Ильиченко. Я сам воспитанник своего собственного отца и помню моменты на этом поле лет 20, а возможно даже и 25 назад, когда я сюда приходил и в дождь, и в слякоть, и в снег, и когда не хотелось играть. А такое бывает, вы сами это прекрасно знаете. На что мне отец говорил, тренируйся, воспитывай в себе характер. Это твое призвание. В числе поклонников настоящего футбола и мальчишки, и представители власти. Алексей Смертин подготовил особый подарок для врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Именную футболку с автографами всех игроков сборной России, которые выступали на чемпионате мира 2018. Гости из Узбекистана тоже не приехали с пустыми руками. Их национальные костюмы с удовольствием примерили Виктор Томенко, Алексей Смертин, Дмитрий Сеников и супруга Геннадия Ивановича Смертина Антонина Васильевна. В Алтайском крае очень любят футбол. Дорожат всеми достижениями нашей команды. Дорожат нашими воспитанниками. Уважают, конечно, наших друзей и соперников из других городов и из других стран. Это замечательное чувство братства среди спортсменов. По словам юных футболистов, каждый из них долго ждал этого дня. Ежедневные тренировки были нацелены лишь на одно – победить в турнире. В этом году в Барнаул съехалось 120 ребят. Уровень турнира гораздо выше, чем мы ожидали. Мы рады соревноваться с командами такого высокого уровня. В этом году был чемпионат мира по футболу. Нам это интересно. Поэтому мы приехали в Россию, чтобы почувствовать атмосферу этого чемпионата. Это хороший шанс для нас приехать и посоревноваться с достойными командами. Открытие фестиваля большого футбола завершилось презентацией памятного символа, установленного в честь выдающегося наставника и уникального человека – Геннадия Ивановича Смертина. Отца, воспитателя, гражданина, вдохновителя своих сыновей и многих мальчишек с Алтая. Надеюсь, что после этого турнира загорятся такие же звезды мирового футбола, какими является Алексей Смертин. И из Барнаула для нашей страны в сборной будут еще игроки мирового класса. Международный турнир продлится до 18 августа. Впереди у ребят 15 вынтельных матчей и напряженная бескомпромиссная борьба, где есть все шансы доказать, что им по силам переписать историю российского футбола. Александр Захаров, Алексей Фризин. Наши новости.